Змей-искуситель. Что мы знаем о нем? Кто такой Искуситель? Он настоящий или просто сказка? Что мы о нем знаем? Каковы его имена и цели? Как он действует и каково его будущее? В этот раз мы поговорим о Змее-искусителе и о том, что мы знаем о нем. Почему была выбрана эта тема? Дело в том, что прежде чем рассмотреть, как змей искушал Адама и Еву, нам нужно понять, кто такой змей. Змей-искуситель. Название также уместно, потому что термин «змей-искуситель» хорошо известен в русском языке. В предыдущий раз мы изучили сотворение мира и возраст Земли. Мы обсудили, что до распятия Иисуса Христа прошло около 4000 лет, с момента распятия Иисуса Христа прошло около 2000 лет, а после второго пришествия Иисуса Христа пройдет еще 1000 лет. Первая глава Библии, Бытие 1, описывает сотворение мира за 6 дней. Завершаясь сотворением Богом человека по его образу и подобию. Глава 2 книги Бытие более подробно описывает, как был создан человек. В частности, как были созданы мужчина и женщина. Мы более подробно рассмотрим то, что произошло в Эдемском саду в следующий раз. А сейчас давайте посмотрим, что Библия говорит о сотворении человечества. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Очень важно понять значение Божьего замысла. Господь создал женщину, чтобы дополнить мужчину, потому что Он видел, что мужчина в одиночестве не был целостным и нуждался в женщине, как в друге и помощнике по жизни. Обратите внимание, как, во-первых, Бог создал жену для Адама, а во-вторых, что Он привел ее к мужчине. «И создал Господь Бог из сребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Во многих культурах принято, чтобы мужчина искал жену, а женщина – мужа. Но когда Бог сводит мужа и жену вместе в соответствии со своей волей, они идеально подходят друг к другу. «И сказал человек, вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Итак, мы обнаруживаем, что в самом начале творения Бог учредил семейный союз мужчины и женщины. Один мужчина для одной женщины на всю жизнь. Это идея Бога, а не человека, и предназначена она для нашей пользы и благословения. Если в наших отношениях с мужем или с женой есть проблемы, то тот, кто создал и благословил наш союз, способен его восстановить и вдохнуть в него новую жизнь. Бог рассказывает нам, как сохранить наш брак и сделать его счастливым. Семья – это не что-то существующее само по себе. Это постоянная работа как для мужа, так и для жены. Поэтому важно руководствоваться тем, что Бог говорит о семейном союзе или браке. Почему? Потому что он создал его. И точно так же, как человек, который проектирует автомобиль, лучше всех знает, как он работает, так и Бог лучше всех знает, как должен работать брак. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешь ты ни от какого дерева в раю?» В главе 3 книги Бытия на сцене появляется змей. Он описывается как самое хитрое из божьих созданий. Этот конкретный змей также мог говорить. Но разве змеи умеют говорить? Способно ли вообще какое-нибудь животное говорить? Нет. Хотя есть некоторые живые существа, которые могут имитировать речь, например, попугаи. Ни одно существо, кроме человека или ангела, не способно к спонтанной речи. Поэтому это было нечто более, чем просто змей. Но кто же он? Библия дает змею около 20 различных имен. И мы рассмотрим некоторые из них. Мы часто слышим такие имена, как Люцифер, Сатана, Дьявол, Князь этого мира, Лукавый, Отец лжи, Великий дракон, змей. Когда мы пытаемся представить Сатану или Дьявола, в нашей голове чаще всего возникает звериный образ, созданный художниками эпохи Средневековья. Чудища с хвостом, рогами и копытами, терзающая грешников в аду и наводящая на всех ужас. Но как же на самом деле выглядит Дьявол? Что по этому поводу говорит Библия? «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Первое имя, которое мы рассмотрим – Люцифер. В переводе с латыни это означает «носитель света». Его также называют сыном Зари. Когда Бог сотворил ангелов, Он создал самого прекрасного ангела и назвал его Люцифером – существом, полным света и необычайно красивым. Он был самым красивым ангелом среди всех ангелов, поэтому представлять его в виде монстра совершенно неправильно. Вот его описание в книге пророка Иезекиля. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир и карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Второе имя, которое мы знаем – Сатана. В книге Иова написано «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом. Между ними пришел и Сатана». Сатана представлен здесь обычным ангелом, ничем не отличающимся от любого другого. Обратите внимание, что Сатана имеет доступ к Богу, и до сих пор этот доступ не закрыт. Но зачем ему это? О чем он говорит с Богом? Он известен как клеветник народов. Он клевещет на людей, особенно на тех, кто любит и чтит Бога. Он обвинитель братьев, враг верующего – это то, чем он занимается днем и ночью. Следующее имя – дьявол. В первом послании Иоанна мы читаем, что он является источником греха. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. В первом послании Петра нас предупреждают, чтобы мы были на стороже, поскольку он стремится уничтожить нас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Следующее имя – князь этого мира или князь, господствующий в воздухе. Когда Господь Бог сотворил человека, он дал ему власть над землей. Но когда человек согрешил, тот, за кем он последовал, получил власть на земле. Итак, дьявол или змей или сатана стал князем этого мира. Так написано в Библии. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, в сынах противления. Следующее имя – отец лжи. Вот как Господь Иисус Христос описал его. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Все аспекты дьявольской лжи, его интриг и искушений так трудно понять и распознать, потому что они искажены уникальностью каждого человека. Тем не менее, когда мы изучаем, как работает дьявол, мы видим, что действует он в основном одинаково. Он смешивает ложь с правдой, и чем больше правды он говорит, тем труднее отличить, что в этом является ложью. Следующие два имени – Великий Дракон и Змей. В конце Библии в книге Откровения написано «И низвержен был Великий Дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь снова появляется змей, о котором упоминалось в самом начале Библии. И ясно сказано, что Великий Дракон, змей, дьявол и сатана – это одно и то же. Каковы цели сатаны? Во-первых, он хочет быть похожим на Всевышнего, воссесть на престоле Божьем. Будучи красивейшим и достойнейшим из всех ангелов, Люцифер вознесся в гордыне и выжелал стать равным Богу и занять его место. Мы читаем в книге пророка Исаии «Оговорил в сердце своем «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачной, буду подобен Всевышнему». Мы видим здесь его тщеславие и его мятеж против Бога. Сатана хочет, чтобы все поклонялись ему вместо Бога, и это хорошо видно, когда сатана искушал Иисуса Христа в пустыне. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царство вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне». И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Дьявол желает, чтобы все поклонялись ему, даже сам Бог. И он может дать нам очень многое, если мы будем служить ему. Удовольствие, богатство, славу, власть, известность, но только на некоторое время. Когда мы станем ему не нужны, он уничтожит нас. Его следующая цель уничтожит человеческую душу. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? В самом начале творения Бог создал человека по образу и подобию своему. Ангелов он не создавал по своему образу и подобию. Так он сотворил только человека. Дьявол же, или сатана, со всей своей ненавистью хочет уничтожить все, что создал Бог. Он будет уничтожать человека. Он будет уничтожать Божий народ. Он будет уничтожать Божье установление и все, что имеет хоть какую-то ценность. Он разрушитель. Жизненно важно понять, что дьявол не хочет, чтобы человек пришел к Богу. Он будет использовать любые средства, включая религию, чтобы удержать человека от обращения к Всевышнему. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, если он потерпит неудачу в этом, и человек все-таки придет к Богу, он сделает все, что в его силах, чтобы завладеть его сердцем и увести от служения Господу. Сатана хочет внушить человеку ложное представление о своей власти. Либо о том, что у него есть вся власть, либо о том, что он не обладает вообще никакой властью. Надо понимать, что хотя он и не так силен, как можно было бы подумать, тем не менее, он очень могущественный ангел, и недооценивать его было бы большой ошибкой. В отличие от Бога, он не может быть везде, Бог везде сущ, а дьявол может быть только в одном месте, хотя он и использует своих демонов, ту третью часть ангелов, которые последовали за ним. Он дает нам ложное представление о грехе. Он взводит к минимуму реальные масштабы греха, делая его незначительным, чтобы мы подались еще большему греху. Это просто плод, что может быть плохого в том, чтобы съесть кусочек этого плода. Ты наверняка не умрешь. Что плохого в том, чтобы рассказать ребенку про Деда Мороза? Это просто маленькая невинная ложь. Это всего лишь развлечение. Все начинается с маленького обмана, который затем превращается в большую ложь. Нет, белой лжи в глазах Бога есть просто ложь. Он убеждает людей в том, что Бога нет, что нет духовного мира, что самого сатаны ныне существует, что Библия – это сказка, а ад – выдуманное место. Дьявол в этом мастер. Если мы отвергаем существование Бога, то примем любую ложь, миллиарды лет эволюции, происхождение от обезьян, от тужи бактерий или радиоактивной пыли. Если сатана убедит нас в том, что Бога нет, мы можем решить, что знаем, как и ради чего нам жить, что является правильным и истинным, как следует поступать. Если мы поверим, что не существует никакого высшего замысла, идеала и царствия небесного, то и стремиться к этим вещам нам будет просто незачем. Одна ложь ведет к другой, но Библия говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Если мы не верим, что существует загробная жизнь, то в принципе все, что у нас есть, это 50-80 лет жизни на этой земле. Если мы поверим лжи дьявола о том, что его не существует, то он сможет убедить нас в том, что никакие силы зла не влияют на нас, что мы должны принимать друг друга и самих себя такими, какие мы есть, что нет необходимости бороться с преступными явлениями в нашем обществе. И вместо того, чтобы противостоять злу, мы должны постепенно расширять права человека, включая в них все виды пороков, грехов и разврата. Которые мы видим вокруг себя. Например, однополые браки. Бог изначально создал мужчину и женщину. Он не создавал мужчину и мужчину или женщину и женщину. Но люди пытаются доказать, что это нормально. Это ненормально для Бога. И это ненормально с самого начала. Бог называет это неестественным. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Римлянам 1.26.27 Одно из самых распространенных орудий дьявола страх. И этот страх всегда основан на лжи. Страх и ложь главные инструменты, с помощью которых дьявол манипулирует нашим сознанием. Если человек знает правду, он не будет бояться, потому что правда освобождает, а ложь порабощает. Противостоящий Богу непокорный, упрямый дьявол всегда лжет и мучает. Почему? Потому что он отец лжи. Если бы не манипуляции, запугивания и ложь, его царство давно бы распалось. Таковы методы, используемые сатаной. Превратился ли дьявол из прекрасного ангела в дьявола после того, как согрешил? Нет, он все тот же прекрасный ангел. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Хотя сатана лжец, убийца, грешник, наш враг или обвинитель, полный гнева и обиды на Бога, он предстает, как ангел света, прекрасный, желанный, соблазнительный. Но его красота лишь поверхностна, внутренне он совершенно черен. А дьявол, прельщавший их, вержин в озеро огненное и серое, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Если мы знаем, кем является сатана на самом деле и как он манипулирует нами, если мы знаем правду, а правда написана в Библии, то это знание делает нас свободными. Библия говорит, что Бог создал нас не для того, чтобы мы боялись, Он создал нас для того, чтобы мы служили Ему. Поэтому нужно серьезно отнестись к тому, кто такой сатана, к тому, что он, как и ад, действительно существует, что Бог реален, а Библия истинна. Это не сказка, это реальность. Это реальность.